Всем привет! С вами Матвей! Сегодня у нас набор LEGO NINDSIAGO LEGACY Монастырь Кружицу. Всем привет! Итак, набор LEGO NINDSIAGO LEGACY номер 7670 Монастырь Кружицу. Это самый большой набор из серии LEGO NINDSIAGO LEGACY. В нем 1070 деталей. Две постройки, несколько построек внутри монастыря. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь мини-фигурок. Это кто у нас? Виплэш? Виплэш. Мастер Ву, Лойд, Кай, Джей, Коул, Нио, Зей. Всех мы знаем. Как всегда, несколько кадров из сериала. Вот некоторые. А вот, кстати, эти штуки, которыми можно делать кружицу. Их в этом наборе две. Вот нарисована одна, а их на самом деле две. Ну и всякие, здесь есть всякие разные штуки, которые механическим образом открываются. Но мы их рассмотрим поподробнее, когда уже построим монастырь и все дворовые постройки, которые есть в этом наборе. Так, и вот мы видим, здесь изображены все золотые оружия. Это сюрикены льда, меч огня, нунчаки молнии и секира земли. Кто с каким оружием, это уже ни для кого не секрет. Все это прекрасно знают, но озвучивать не будем. Итак, мы открываем сейчас коробку и посмотрим, что же внутри. Давай я тебе помогу. Немного наклеить. Кстати, вот эти некоторые из них, они, по-моему, там на стенах будут идти изображения наклеены. Шикарная инструкция. О, вот уже монастырь готов. Почти что. Сколько страниц. Вот, кстати, здесь показаны все вот эти, как работают штуки. 180 страниц сборки. А вот эти палочки, от которых я тебе говорил. Вот здесь их две. И вот так они крутятся. И вот эти ребята имитируют кружицу. Мы вернемся к вам после того, как все будет готово. И вот, наконец, мы завершили постройку. Длилось это несколько часов. Мы, правда, время не засекали, сколько это длилось. Но мы уже готовы. Начнем, пожалуй, с мини-фигурок. Единственный злодей в этом наборе это скелет. Виплэш. Виплэш. Такие скелеты нам уже попадались в каких-то наборах. Ничего тут особенного нет. Небольшой куртик у него. Серебряный в руке. И... Почему он в этом наборе, непонятно. Как он может один атаковать этот замок. Я не знаю. Ну, как-то вот он один. Следующий у нас Мастер Ву. В черном. Еще у него нет никакой накидки. Сзади принт дракона. И, как всегда, в этой мини-фигурке всего одно лицо. И дальше идут ниндзя. Это Ллойд. Мне очень нравятся маски из этого сезона. Как всегда, два лица. Сзади принт дракона. Следующий. Ния. Мастер воды. Она еще не мастер воды. В первом сезоне она еще не мастер воды. И у нее еще вот такое бордовое кимоно. И бордовая маска. Дракон на спине зале. Принт. Принт на ногах. И два лица. Коуль. Мастер земли. Коуль. Мастер земли. Тоже два лица у него. Принты на кимоно. На штанах. Очень красивые маски. Кай. Мастер огня. Мастер огня Кай. Зейн. Мастер линда. Зейн. Здесь он еще... Они не знают, что он андроид, да? Не андроид, а кто там? Ниндроид. Ниндроид. Ну, они-то еще об этом не знают. И здесь он еще с обычной головой и два выражения лица у него. Кто у нас следующий? Джей. Мастер молни. Да. Джей тоже два лица. Смешливая и недовольная. Я думаю, что мы поставим смешливая, но хотя под маской все равно не видно. А какой твой любимый ниндзя или любимый герой? Лоид. Вы можете проголосовать за вашего любимого героя. Вот здесь по подсказке вверху мы сделаем голосование и там вы можете проставить, кто ваш любимый герой. В наборе шли еще вот такие две штуки. Мы берем любую мини-фигурку и закрепляем на этом колесе. Ну, как бы колесе. Для чего это нужно? Это иментация кружицы. Вот так они могут крутиться. И вот так они могут друг с другом тренироваться в мастерстве кружицы. Ну, как мы знаем с первого сезона. А, нет. Ни я еще не может делать кружицу, но она все тем не менее победила. То есть вы можете вставлять сюда любого героя и таким образом играть. Прикольные штуки, да? Они у нас уже в каком-то наборе были, да? Да. Но там была одна, по-моему. Одна. Там была одна крутилка, а здесь уже две и можно уже устраивать небольшие соревнования. Вот как мы сейчас с Матвеем в данном случае я победил. Да, это был набор 7680. Там была тоже одна такая крутилка и можно было имитировать кружицу. В самом деле монастырь состоит из двух частей. Переднюю часть можно отодвигать и очень хорошо, удобно рассмотреть, что внутри. В монастыре много секретных тайников. И сейчас мы вам покажем, как они выглядят и как они работают. Первый секрет центральной части. Вот, если кто-то наступает на ступеньки и сразу можно нарваться на ножичек. А если мы немножко поднимем взгляд, вот там в окне видно золотой сюрикен льда. Да, вот он там в окошке. Следующее окно пустое, там ничего нет. Просто висят флажки и всякие разные украшения. В правой и левой части также спрятаны секреты. И сейчас мы на них посмотрим. С левой стороны спрятан, вот если покрутить ножичек, золотой меч огня. Справа находятся нунчаки молнии и секира земли. Но взять их не так-то просто. Там есть ловушка. Тот, кто наступит на ступеньку, получит курицей в глаз. Вот эта золотая курица вылетает из ловушки и клюет неприятеля в глаз или куда там она попадет. Вот такая золотая курочка деталь. Она цельная. Так выглядит монастырь сзади. И здесь мы можем уже рассмотреть, как все это работает. Вот, например, при помощи вот этого колеса работает ножичек. Задвигается туда и крутится. Здесь мы видим окно, в котором спрятан золотой меч огня. Вот так это работает. И вот здесь та самая курица, которая вылетает. Вот она сама. Как она устроена, ловушка сзади. И вот так она летит правильно. Центральные ворота и забор имеют тоже оборотную сторону. И сейчас мы на нее посмотрим. Если мы повернем это дело. Здесь висят фонарики, как видно. Сакура. Вот она цветет. И так выглядит забор и ворота сзади. Но ворота как-то мне не очень нравятся, как они выглядят. То есть можно было как-то это все дело закрыть, но не закрыто. И здесь несколько тренировочных агрегатов. Вот, например, один из них. Что здесь происходит. Какие-то фрукты. И вот так это вращается. Как это работает для тренировок, непонятно. Ну, то есть, видимо, нужно взбивать фрукты. Слева еще один аппарат. Для чего он? Для тренировок. На нем мечи. И можно даже и так его использовать. Как это показывать сейчас? Смотри. Для тренировок. Чем еще интересен этот забор с обратной стороны? Это тем, что на нем нанесены рисунки из сериала. Вот здесь мы видим великий поглотитель. Там небольшой гармодон. Вот кружицу молний. По-моему, это делал Джей. Еще какие-то драконы там летают. Сезон 1. Да. Это следующая сцена. Это мастер Чен. Кто там еще? Какие-то еще серпентины. По-моему, это Пайтер. Кто-то там еще сзади перемещается. Это Оверлорд. И Зейн, который его победил. Не сам, конечно. При помощи всей команды Ниндзя. И еще одна сцена из сериала о сыне Бармадонна. Да, она называлась? Да. Вот мы видим маски и ультрафиолет. И что-то там еще. На чем-то оно там едет. Тебе понравился монастырь? Да. Мне тоже очень понравился. Он как подходит как на полку, так и как игровой набор. Особенно вот эти две крутилки можно устраивать. Баттлы и сражения. Ну и сам монастырь, в котором присутствует очень много всяких разных деталей. Например, золотые украшения или красные, черные. И, в общем, очень хорошо обыгран этот монастырь. Он очень-очень похож на тот, что был в сериале. Мы благодарим вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И пока! Пока! Пока!